Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Мукден, 24 августа Командующий возвратился в Мукден Его поезды, наши вагоны, стоят на той ветке, где стоит поезд наместника С левой стороны от вокзала отделяет нас площадь А с правой, то есть к югу, тянется ровная далекая долина реки Хунхэ Кое-где на ней группами разбросаны деревья И, в общем, все это напоминает идиллию Картины пастораль французских художников 18-го столетия с пастушками Пастухами и барашками в лентах Вся местность очень оживлена непрерывно движущимися обозами Разного рода верховыми, пешими людьми Сперва думали пробыть в Мукдене день-два, но сегодня говорят уже о нескольких днях Несомненно, теперь японцы оставят нас в покое опять на две недели А где японцы? Исчезли? В свое время появятся, впрочем Сегодня пришел из Вакрандяна китаец-сторож за недополученным жалованием к Шедловскому Говорит, что японцы живут с китайцами в мире Часто угощают их обедами, устраивают танцевальные вечера Говорят, что в их лагере много японок и их возят насчет армии Сегодня возвратился в Мукден саперный офицер 3-го железнодорожного батальона телеграфной роты Анатолий Васильевич Гусев Заведовавший центральной телефонной станцией во время сражений 20, 21 и 22 августа в Ляояне Станция была соединена со стоянкой командующего с одной стороны И штабом генерала Зарубаева, под начальством которого находились все войска в Ляояне Штаб генерала находился в деревне Джао-Дзелин, где и была устроена телефонная станция Но так как атака главным образом производилась на наш правый фланг Корпус генерала Засулича на 3-й и 4-й форт То генерал Засулич потребовал от Анатолия Васильевича тоже прямого провода к командующему А у меня провода больше не было Засулич кричит мне Вы видите, как меня обсыпают И если мне придется отступить, то отступая, вас повешу В конце концов все-таки устроили провод На фортах тоже был проведен телефон? Конечно, на все шесть фортов Больше всего обстреливался четвертый форт Потом третий, второй, первый и меньше всех пятый и шестой Там только для проформы было выпущено несколько выстрелов Вы таким образом были в курсе дела всех треволнений боя, всех распоряжений? Да, конечно Хотя я отвлекался постоянно своей прямой работой Не перепутать соединения, восстановлением линии, где оборвалось Большие были у нас потери от артиллерийского огня Ничтожные А в блиндажах и совсем не было ранений Это очень ободрило солдат, и они чувствовали себя отлично Вообще, все эти дни дух войска был превосходный Особенно утром 21-го После телеграмма генерала Зарубаева о победе над Куроке Кто сообщил об этом генералу? Это было в час ночи с 20-го на 21-е Я соединил генерала Стаучин Цзы, стоянкой командующего Слов из Стаучин Цзы я не слышу Но вдруг лицо генерала Зарубаева просияло, и он спросил Могу я сообщить войскам эту радостную весть? Очевидно, результатом и была утренняя телеграмма генерала А через два часа после этой была другая шифрованная телеграмма генерала И мы сейчас же начали было отступать Японцы, видя, что мы уходим, бросились было на второй форт Но их отбили, возвратившись опять назад в окопы А в это время была получена третья телеграмма Отложить отступление до вечера Отступали мы в полном порядке и только на другой день Японцы имели возможность обстреливать нас Наши четыре моста через Тайдзы Но не обстреливали Получалось такое впечатление Начнете стрелять, назад воротимся Ну что ж, как войска отнеслись к отступлению? Были удивлены, грустны, но совершенно спокойны Я говорю вам, за все время было удивительное настроение Никто солдатам не говорил, но сами они все отлично понимали положение дел Командующий ушел, чтобы сразиться с Куроки, разбить его А им надо было держаться это время в Ляояне И они держались бы до тех пор, пока у них были бы снаряды А снарядов было довольно? Я не знаю Хорошо были укреплены форты Можно было держаться? Безусловно Величко оправдал все надежды Форты были в буквальном смысле слова неприступны Батареи скрыты Ни одна ведь не пострадала же Люди скрыты А встрел на все стороны Капканы и волчьи ямы прекрасно замаскированы Японские батареи так их и не нашли Их пехота бросилась в атаку, пользуясь свободным пространством между четвертым и третьим фортами И тут оказались и волчьи ямы, и проволоки Я сам видел их трупы, повисшие на проволоках Японцы вскочили в эти ямы и спрятались в них Попасть в них нельзя из пушек или из ружей Так и просидели они до вечера А вечером наша пехота их всех переколола штыками в этих ямах Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok